МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск. Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. В ближайшие полчаса расскажем о главных событиях минувшей недели. Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги, дворы топят, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге. Кто испортил воздух? Росприроднадзор назвал виновника выбросов в Омске. Но на предприятии с обвинениями не согласны. Мы провели свое расследование. Мимо кассы. Почему даже при выделении десятков миллиардов рублей с федеральной казны многие объекты в Омске так и не могут достроить? Сорбент для сбора нефти, косметика и средства для фильтрации воздуха омские ученые нашли необычное применение дождевым червям. Неубранность крыши дома в центре Омска снег на этой неделе едва не привел к трагедии. Лавина с глыбами льда обрушилась прямо на головы проходивших мимо молодых людей. Увидели, как большая куча снега падает, и было все очень быстро. Собственно, я только успел сесть, прыгнуть голову руками. Двое даже успело перебежать. Но одного из них задело по руке, у него ушиб. И второго сбило с ног, у него тоже ушиб спины. Было немного страшно. Думали, что не снегом сейчас лед на макушку прилетит. Позже выяснилось, что коммунальщики чистили крышу, но тротуар возле здания на Любинском проспекте не огородили. А в микрорайоне Загородный от снега в этот же день рухнули перекрытия в одной из трехэтажек. Сломавшиеся балки повредили трубу отопления. В квартиры хлынул кипяток. К счастью, никто из жильцов не пострадал, а вот их имущество испорчено. Управляющая компания обещает компенсировать ущерб. Оказалось, это второй подобный случай здесь за март. Коммунальщики убирали снег только с краев крыши, а тот, что был в центре, копился и в итоге обрушил перекрытие. Между тем, к минувшему понедельнику, 20 марта, по заверению чиновников мэрии из Омска, должны были вывезти весь снег. В бойких отчетах чиновников звучало про сотни тысяч кубометров, которые якобы свезли на полигоны. Однако кучи снега по-прежнему лежат и на дорогах, и на тротуарах. И город уже начал затапливать, хотя официально начавшимся паводки не объявлено. Первыми пострадали жители частного сектора. Сейчас они пытаются защитить свои дома от большой воды. Дмитрий Ковалев с удивлением узнал, что люди не стремятся застраховать свое имущество. Приближение паводка первыми почувствовали водители. Вода уже размывает дороги. На улице Харьковской машина провалилась в яму. Гравий просто вымыло из-под асфальта, и он просел под тяжестью автомобиля. Талая вода топит улицы, на которых нет ливневок. Не видно, почему под водой. Яма, не яма. Страшновато, да, медленно. Ускорение снижаешь, скорость проезжаешь потихоньку. Ждут, пока убежит или высохнет. Ну, в лучшем случае канавку продолбят. Когда потеплеет, каждый дом на улице Симашка затопит. Их здесь несколько десятков. Полы в этом году придется менять. Это тысяч пятьдесят опять. Вот за зиму копим. Ну, каждый год же не будешь полы менять, потому что поднимает вода. Представляете, талая вода заходит в дом. Мебель выкидывать надо. Ну, это проблема очень большая. Вывести весь снег с улицы местным жителям не по карману. За каждый самосвал нужно заплатить три тысячи рублей. А нужно больше сотни машин. Поэтому здесь копают сточные канавы. Но у дома Василия Скачкова она покрыта льдом. Сил на такую работу пенсионеру не хватает. Мужчина уже приготовил насос и надеется на погоду. Снега, конечно, больше в два раза, чем в прошлом году. В прошлом году, 23 марта, уже мы качали. Вода стояла. А нынче еще вот пока держится. Но если будут морозы, оно будет вымерзать. Так, может быть, это спасет. Неблагоприятные прогнозы подтверждают синоптики. Снега больше обычного. В земле много влаги. А значит, талая вода останется на поверхности. Уже в конце марта специалисты прогнозируют положительные температуры днем и ночью. Сейчас мы видим, что с 24 числа у нас антициклон разрушается, отходит. И мы попадаем уже в циклоничность. У нас поменяется ветер. У нас температура будет дневная более высокая. И, конечно, мы ждем, что интенсивность негатаяния увеличится. В списке мест возможного подтопления улицы Симашка нет. Проблемы, рассказывает Нина Русакова, в трех домах на перекрестках. Там никто не живет. А значит, и за ливневками никто не следит. Женщина просила выделить спецтехнику у администрации округа для очистки труб. Безуспешно. Я даже не представляю, сколько воды у нас будет. Это все к нам побежит. Вот такая, вот 16-я, вот это вот туда, с Чечерина улица, с Московской. Все вода у нас, и она так сильно идет. Этот снег весь к нам. Чиновники отчитываются, там, где было необходимо убрать снег, работы уже закончены. По официальным отчетам даже перевыполнили норму. От снега очистили 300 мест возможного подтопления. По списку их всего 254. В него попали только те дома, владельцы которых уже несколько лет терпят убытки от паводка. Во всех остальных случаях винят собственников. Но готовы выделить им технику для прочистки водосточных труб. Включаются в первую очередь те места, которые из года в год попадают под подтопление. Мы выезжаем, смотрим, и подтопление связано в связи с тем, что жители не выполняют свои обязанности по очистке ливневых канав. То есть, соответственно, эти места в перечень не попадают. Как заявляют в мэрии, ливневая канализация полностью готова к весне. Рабочие очистили 3000 колодцев и 20 тысяч погонных метров труб. Но судя по тому, что паводок еще не начался, а вода уже заливает улицы, этого явно недостаточно. Дмитрий Ковалев, Павел Ходынский и Алексей Попов. Омск здесь. На этой неделе природоохранные структуры все-таки назвали главного подозреваемого во вредных выбросах, от которых омичи страдают уже больше двух недель. По данным Росприроднадзора, виноват Нижегородский институт прикладных технологий. Его специалисты, по версии надзорных органов, нарушили технологии при работах на очистных сооружениях нефтеперерабатывающего завода. Представители нижегородской компании свою вину отрицают, так же, как и специалисты Омского нефтеперерабатывающего завода, версии произошедшего Ольги Качкуровой. Еще несколько недель назад большинство омичей существований буферных прудов ничего не знало. Сегодня это самая обсуждаемая тема. Выглядят они, как большое замерзшее озеро, по заявлению Росприроднадзора. Именно этот объект и является причиной резкого неприятного запаха в городе. По версии надзорного органа, спецтехника раскопала отходы нефтепереработки, копившейся здесь с середины прошлого века. Тогда на предприятии обрабатывали сырье стуймазинского месторождения с высоким содержанием серы. Кроме того, в 70-х буферные пруды горели, и высокие температуры тоже могли стать причиной образования этилмеркоптана. Ну вот парадокс. Получается, что город задыхается из-за отходов нефтезавода. Но сам НПЗ тут ни при чем. Виновными назвали подрядчиков Нижегородский институт прикладных технологий. Значит, Омский нефтеперерабатывающий завод может нести ответственности в зависимости от возложения обязанностей на заказчика, подрядчика и субподрядчика. Значит, мы как бы пока эту ответственность, степень ответственности не определили, все это дело будет определено в ходе административ проведения соответствующих мероприятий. Нести ответственность за испорченный воздух в Омске нижегородцы не согласились. И заявили, что, цитирую, готовы создать независимую экспертную комиссию и обратиться в суд в связи с обвинениями Росприроднадзора в Омске. Это вещество, оно легче воды. И оно не может оседать на осадок. То есть заявление о том, что в результате того, что работа с осадком привела к выделению таких газов, оно противоречит любой логике, школьный уровень знаменитей. Чтобы доказать, что источник запаха находится не в буферных прудах, руководство НПЗ предложило журналистам убедиться в этом самим. Основная задача этих работ – выполнить предписание Ростехнадзора. По декларации промышленной безопасности нам было предписано выполнить работу по укреплению дамб. Это солома и опил. Поэтому ничего тут, никакой химии не применяется. Мы проверили, принюхались. Резкого запаха на буферных прудах действительно нет. Но экологи уверяют, что отсутствие зловонья на производстве ни о чем не говорит. Принцип ликвидации загрязнения и рассеивания в воздухе, он о чем говорит? Нужно трубу повыше, чтобы воздух вылетел. И потом в разные стороны разлетевшись, смешался, я имею в виду, загрязняющее вещество вылетело, смешалось бы с воздухом. И концентрация понизилась до уровней, которые называются ПДК и ниже. Впрочем, возможно, воздух станет чище. В конце марта синоптики обещают перемены в погоде. Ольга Качкурова, Александр Рябуха и Алексей Попов. Омск здесь. После рекламы расскажем, кто и как занимается отжимом зерна омских фермеров. Оставайтесь на продвижении. ХП АйПи. Город звучит. Хорошо там, где есть радиодача. 101,0 FM в Омске. Радио Сибирь. 103,9 FM в Омске. Это программа Омск здесь, и мы продолжаем. Любочка и Степаныч снова стали всенародным достоянием. На минувшую неделю мэрия вернула авторские права на известные омские скульптуры. Суд удовлетворил иск администрации города к предпринимателю Роману Рудакова, архитектору Игорю Вахитову и скульптору Сергею Норошеву. Напомню, бизнесмен в прошлом году купил авторские права на использование изображений жены сибирского генерала-губернатора Гасфорда Любочки и сантехника Степана, чей начал требовать с издательства и производителей сувениров миллионы рублей. Но оказалось, что в администрации нашлись более старые документы по созданию этих объектов. Теперь суд признал за мэрией исключительные права на скульптуры. Бизнесмен решение сюда намерен обжаловать. Посеешь, но не факт, что пожнешь. Я не про сам урожай, а про прибыль от его продажи. И дело даже не в том, что стоимость зерна на рынке снижается. Пока омские чиновники заявляют о завершающейся подготовке к очередной посевной, десятки фермеров продолжают добиваться справедливости. Сдав свой продукт на реализацию, они так и не получили деньги за зерно. Десятки миллионов рублей. С аграриями встретился Дмитрий Куканас. Современный посевной комплекс Кузбасс повышает производительность труда и урожайность. Иметь в своем хозяйстве такую технику хотел бы любой фермер. Григорий Троц только сейчас смог ее купить. Хотя планировал еще три года назад. Но тогда около двух миллионов рублей за зерно, как утверждает фермер, не заплатила компания Сибзер на продукт. В хозяйстве пришлось экономить на самом необходимом. Мы в 2014 году не добрали из-за того, что мы технологии не соблюли. Соответственно, в 2015 году уже не приобрели. На следующий год она цепочка идет. Она идет цепочка с того времени. Хотелось бы 100% удобрениями работать. Не можем себе позволить. Гербициды хотелось бы взять одни. Приходится брать другие. Все это из-за финансов. 11 фермерам Черлакского района задолжали около 43 миллионов рублей. Кроме того, Сибзер на продукт не рассчитался с хозяйствами Оконечниковского, Калачинского и Нововаршавского районов. Сумма долга перед хлеборобами переваливает за 100 миллионов рублей. Чтобы вернуть свои деньги, некоторые обратились в суд. В суд выиграли. У них хорошие адвокаты. Мы тоже наняли адвокатов, но продвижений никаких нет. Пытались через эти судебных приставов. У них объясняют, что не в залоге, а счета арестованы. Но на счетах нет средств. Впрочем, должен торговый дом не только фермерам. Крупнейший его кредитор Россельхозбанк еще летом прошлого года подал в арбитражный суд Омской области заявление о признании Сибзер на продукт банкротом. В очереди на возврат долгов еще два банка и федеральная налоговая служба. Общая сумма долга перед ними без малого 380 миллионов рублей. И кредиторы продолжают требовать возврата денег. В совокупности около 700 миллионов. С 1 марта этого года Сибзер на продукт признан банкротом, а долг перед фермерами переведен на ООО Мельникова еще два года назад. Мы попытались поговорить с Александром Непомнящим, который подписывал согласие о переводе долга от лица общества с ограниченной ответственностью. Но объяснить ситуацию он не захотел. Я вам русский, вам еще как повторить, что я не директор, я не собираюсь за что-то говорить то, что не знаю. Однако нынешний директор Алан Фордзинов намерен ликвидировать ООО Мельникова. Заявление подано в соответствующий орган. Кроме того, Алан Асламбекович является совладельцем другой компании, Альянс Агра, которая в феврале прошлого года подала пять исковых заявлений. Ответчиком по делам проходила ООО Мельникова. Во всех процессах стороны признали требования и взыскали, получается сами у себя, более 30 миллионов рублей. Обычно таким образом удается избежать требований кредиторов при банкротстве. Но фермеры, которые так и не получили денег за свое зерно, наверняка не знают про все эти схемы. И они просто написали письмо в администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации. Обычно такие обращения рассматривают в течение месяца. Срок истекает буквально в эти дни. Не исключено, что директивы из Кремля уже поступили в правительство области и региональные надзорные органы. Дмитрий Куканов, Сергей Степанишин и Анатолий Серов. Омск здесь. К другим темам. Аудиторы счетной палаты заявили о том, что так и не введенный в строй метрополитен грозит аварийными ситуациями. Грунтовые воды могут размыть подземные сооружения. И это не единственный объект в городе, в который вложили федеральные деньги и заморозили стройку. Сколько нужно Омску, чтобы возродить эти проекты и кто должен ответить за выявленные нарушения? Об этом в нашей студии мы поговорим с депутатом Законодательного собрания Омской области, руководителем дискуссионной площадки «Честная и эффективная экономика Общероссийского народного фронта» Вячеславом Васильевым. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Вячеслав Михайлович, наверняка метрополитен – это не единственная площадка, не единственный объект с участием федеральных денег, с привлечением их, который не был достроен. Это Красногорский гидроузел. Денежные средства, которые были выделены, но фактически не освоены. Можно, конечно, говорить о банкротстве компании, которая была генпотрядчика и мостовика, но, тем не менее, по документам больше, чем 50% денежных средств было выделено и освоено. По факту, когда приезжаешь на объект, видишь, что там такого, конечно, нет. О каких федеральных суммах идет речь? 5,5 миллиардов рублей – это федеральные денежные средства. А самое важное, что после того, когда, как говорится, 50% было освоено денежных средств, выяснилось, что необходимо производить корректировку проекта. Производили корректировку проекта, и, как обычно бывает, сумма на достройку гидроузел увеличилась еще вдвое, составляет порядка 14 миллиардов рублей, которые нигде, конечно, не заложены. Кто виноват? И кто должен за это ответить? Действующее руководство говорит, что это все было от предыдущего руководства. Министры все сменились, ответственных никого нету, поэтому сейчас проходит новая экспертиза. Будем обращаться в федеральные структуры для получения дополнительных денежных средств и пытаться достраивать или хотя бы консервировать ту часть, которая на сегодняшний день сделана, потому что может произойти беда, произойти обрушение. Если вот еще кратко перечислить те объекты, на которые, или те программы, на которые федеральные средства выделялись, но эти объекты не построены, эти программы не реализованы. Вот сколько? Это достаточно масштабный, большой список получается? Это большой список получается. Это программа, связанная и с расселением аварийного ветхого жилья. Второе – это предоставление детям-сиротам жилья. Это объект, галерка, который до сих пор не закончен. Это всем известная больница на Левом берегу, которая была начата и, соответственно, по каким-то причинам, которые, наверное, всем понятны, остановлены, разорван контракт. Это и метро, которое, конечно же, хотелось бы, чтобы было, но под таким прогнозом, как сейчас, что идет, его не будет. Это чисто омская история или в Новосибирске, в Кемерове, в Томске что-то подобное есть тоже? Вы знаете, сказать, что омская история, наверное, это не совсем будет правильно. Есть определенные ошибки, которые в управлении присутствуют. Ну, а вот по тем объектам крупным, которых я на самом деле не слышал, в соседних регионах такая ситуация была. Из Новосибирска самолеты летают, в метро ходят. Соседние регионы участвуют в большем количестве федеральных программ на долю софинансирования, ведь их очень много. Вот федерал деньги дают, мы с горем пополам какую-то часть осваиваем, что-то получается, что-то нет. Понятно, что это все не оправдание. Чем это может грозить нам? Больше не будут давать? А нам и так, мне кажется, все меньше и меньше дают, потому что если даешь раз, вот помните историю с Омской крепостью, когда готовы были выделить и уже включили в проект закона при подготовке к празднованию 300-летию порядка 3 миллиардов рублей только на центр города? Фактически 500 миллионов, и то коряво. Как можно ситуацию исправить? Можно ли? Да можно, конечно, исправить. Правильно и своевременно готовить все документы, которые необходимы для участия в конкурсе. Раз. Очень ответственно подходить к получению и расходованию денежных средств. И там же все прописано. Понимаете, проблема, когда нет денег. А когда есть деньги, и они выделяются, их надо просто рачительно, правильно, скрупулезно использовать. Может быть, показательно наказать кого-то? Еще раз говорю, наказывает. У нас, наверное, все-таки... На ваш взгляд. Нет, я понимаю, что не вы, естественно, наказываете. Я думаю, те люди, которые отвечают за это, все равно они это видят и поймут, что надо более ответственно работать, либо не работать. Спасибо, Вячеслав Михайлович, что нашли время и пришли к нам в студию, чтобы ответить на эти вопросы. При приготовлении крема ни один дождевой червь не пострадал после рекламы. Расскажем о необычных разработках омских ученых. Оставайтесь на продвижении. Расскажем о необычных разработках омских ученых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в Умске. Радио Сибирь. Слушай себя. Не хуже, чем в прошлом сезоне. «Авангард» завершил борьбу за Куба Гагарина на той же стадии, что и в прошлогоднем розыгрыше плей-офф. Шаги от финала Восточной конференции. Тренерский штаб уже отправлен в отставку, а болельщики обсуждают, кто из нынешнего состава Ястребов перейдет в новом сезоне в другой клуб и кто придет на замену ушедшему Канарейкину. Сам Федор Леонидович сейчас в Москве. Мы связались с ним по телефону и подвели итоги завершившегося сезона. С 0-2 было очень тяжело, конечно, подниматься. Мы пробовали, мы тянули эту серию. Но вот эти две игры, они не должны были проигрываться, даже как по развитию игр, как они шли. Хотелось бы просто прийти, конечно, перед сезоном, влиять на комплектацию команды, проводить предсезонную подготовку. Я хочу поблагодарить омского болельщика. Работаю много лет, и поэтому болельщик, скажу, в Омске, он много знающий, много видевший. Он, в общем-то, с командой, с душой, очень открытый народ. Я пожелаю просто, чтобы команда радовала своего болельщика. И последнее. Что такое дождевой червь? Отличная приманка для рыб, так скажут многие, даже те, кто и сам ни разу в жизни не рыбачил. А вот омские ученые с помощью червей будут делать косметическое средство, крем, из продуктов их жизнедеятельности. Моя коллега Елизавета Васильевич узнала о производстве, а заодно выяснила, какие еще интересные разработки с использованием беспозвоночных готовят специалисты. Сапропель, биопрепараты и дождевые черви. Очистить почву от нефтепродуктов можно при помощи беспозвоночных. Сначала в загрязненную землю засыпают сорбент. Он впитывает в себя углеводороды. Потом добавляют удобрения, которые позволяют на треть снизить содержание нефти. Через месяц мы запускаем червей. Черви имеют свой набор микроорганизмов. Около 90 микроорганизмов. Плюс они поедают микробиологический препарат, микроорганизм, разносят его на глубину 2 метра. Чтобы улучшить процесс рекультивации, почвы червям дают специально разработанный пробиотик. Вот так выглядит червь без использования пробиотика. А так уже после применения препарата. Их масса тела увеличивается в 2-3 раза, а численность в десятки раз. А исследователь Станислав Князев планирует использовать беспозвоночных в производстве косметики. Из мукусных секретов и продуктов жизнедеятельности дождевых червей будут делать маски, гели и кремы. Если мы помещаем дождевых червей, например, в те же самые среды с добавлением глин, тех же самых косметических, к примеру, добавляем к этому же травы, те же самые, которые вот того же у рода аптечные, червь поглощает субстрат, выдает уже активизированный продукт, вот эту вот уже глину, объединенную с растительным, лекарственным субстратом. И вот уже вот эту часть можно наносить как маску. Крем еще необходимо испытать. После этого косметика появится в продаже. Причем стоить она будет в два раза дешевле зарубежного аналога. А вот исследователь Иван Резниченко изучает дождевых червей, поглотивших тяжелые металлы из почвы. Именно эти беспозвоночные – индикаторы загрязнения. Мы берем сначала анализ, делаем на тяжелые металлы, что в дальнейшем послужит стандартами для нормирования территории. То есть мы сможем посмотреть, как изменяется токсикологическая нагрузка на окружающую среду. И можем делать более точные прогнозы, чем это делает простая химическая лаборатория. Сегодня дождевых червей активно изучают во всем мире. По мнению ученых, если переработать белок этих беспозвоночных, можно получить продукцию для подкормки скота и даже элемент диетического питания для человека. Елизавета Васильевич, Дмитриев, Головко и Александр Рыбуха. «Омск. Здесь». Интересных и вам открытий. Это была программа «Омск. Здесь». До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok